Все люди ищут признание. Кто-то больше, кто-то меньше. Может быть, кто-то от своих родных, кто-то от близких, а кто-то, может быть, просто от чужих людей. Кто-то хочет, чтобы их имя было увековечено. Кто-то где-то поставил им памятник или что-то хорошее написал о них. Это для них будет очень-очень ценно. Друзья, к чему призывает нас Библия? В Библии есть история об одном человеке. И, конечно же, память о нем осталась, потому что об этом человеке написано в Библии. Написано даже его имя. Но какая память осталась об этом человеке? Это, как говорят, помните, есть история, что на памятниках сидят птицы, и хорошо, если они просто там сидят. Вот тоже подобное и с этим человеком. Этого человека звали Ирод. Был царь, он красиво, хорошо оделся. 12 глава Деяния описывает. И люди, которые льстили ему, которые хотели просто, чтобы он думал, хорошо о них написано. Народ восклицал это голос Бога, а не человека. То есть, воздавали человеку ту славу, которая принадлежит Богу. Этого делать нельзя. Но проблема была не только в людях. Люди лицемерили. И сейчас многие люди прославляют кого-то только для того, чтобы стать выше на ступеньку. Для того, чтобы они хорошо думали, для того, чтобы им положение лучше стало. Проблема была в том, как отреагировал сам царь. Библия говорит, но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он был изъедин червями, умер. Друзья, проблема была не только в том, что его прославили как Бога, а проблема в том, что он не отдал эту славу Богу. То есть, он себе принял славу. В Библии, в книге пророка Исаии, 42 глава, 8 стих, есть следующие слова. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Бог, он не отдает свою славу другим. То есть, есть та божественная слава, которая принадлежит абсолютно Богу. К сожалению, люди не понимают этого, и люди начинают относиться к Богу по одному, а к людям по другому. Даже в Римлянам написано, но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих. Я мрачила с них мысленное сердце. Проблема была в том, что познание Бога не дало возможности людям прославить Его как Бога. С одной стороны, люди прославляют других людей, с другой стороны, люди не прославляют достаточно Бога. А с третьей стороны, ищут себе славы, а славы, которые от Бога, чтобы Бог похвалил, они не ищут. Вот в этом проблема. Знаете, когда-то апостол Павел, осознавая это, он говорил, я забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Он понимал, что звание во Христе Иисусе, это для него что-то самое важное. Он говорит, ради Иисуса Христа я все считаю, я все мусором считаю. Я от всего отказался для того, чтобы приобрести Христа. И самое интересное, знаете, когда уже в последние, может быть, месяцы, годы жизни Павел писал свое послание к Тимофею, и он сказал следующие слова. 18 стих 4 главы 2 послания Тимофея. «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». Вот дальше интересные слова. «Ему слава во веки веков». Аминь. Кому обращался здесь Павел? Он говорит, избавит меня Господь. О каком Господе шла речь? Речь шла, если мы посмотрим по контексту, я призываю всех читать внимательно контекст, речь шла об Иисусе Христе. У него была ситуация, ситуация была в следующем. Его оставили люди, у него не было поддержки. И он говорит, все меня оставили, у меня не было никого до юмениции. Господь же пристал мне и укрепил меня. То есть, Иисус Христос лично пристал и укрепил его. И после этого он говорит, «Испавит меня Господь от всякого злого дела, сохранит для своего небесного царства». Ему слава во веки веков. Аминь. Друзья, людей прославлять нельзя. Библия строго об этом говорит. Помните, царь Ирод, он был умершлен. Помните, как Исаия говорит, Бог говорит, я не дам моей славы иному. Но здесь говорится что-то другое. Здесь говорится о том, что Павел, апостол, Иисуса Христа, прославляет Иисуса Христа. Когда мы читаем послание Петра, то мы тоже обнаружим интересный момент, который был в жизни Петра. Когда мы читаем первое послание, в первом послании Петр прославляет Бога, и это нормально, естественно. В втором послании Петр говорит о том, что его жизнь уже скоро закончится. Смотрите. Первая глава второго послания. Знаешь, что скоро должен оставить храмину мою? 14 стих. Как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. То есть, ему личное было откровение, Иисус Христос открывает ему, что он скоро оставит свою храмину. Какие он шаги предпринимает? Он говорит, буду стараться, чтобы после моего отшествия вы всегда приводили это на память. Его старание чем выражалось? Тем, что остались послания. И после его отшествия, да, мы приводим это на память, мы вспоминаем это. Но что мне очень ценно, самый последний стих, самый последний стих второго послания Петра. Обратите внимание, третья глава, восемнадцатый стих. Сначала семнадцатый предупреждение. Возлюбленные, будучи предверены, об этом. Берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Очень серьезное предупреждение. Берегитесь, чтобы беззаконники вас не увлекли заблуждениями. Берегите, чтобы вы не отпали от утверждения. И что дальше он говорит? Но возрастайте в благодати. То есть это рост благодати. И дальше. И познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Познавать Господа и Спасителя Иисуса Христа. Что дальше? Ему слава. Кому слава? Иисусу Христу слава. И ныне, и в день вечный. Аминь. Некоторые думают, что в день вечный люди станут на колени перед Иисусом Христом. Библия об этом говорит, что предо мной преклонится всякое колено. Исаия говорит, Бог говорит о себе, что предо мной поклонится всякое колено. Библия говорит о том, что пред Иисусом Христом преклонится всякое колено. Почему? Почему? Потому что Иисус Христос и Отец одно. А вы скажете, а как это? А как это может быть? Смотрите, Откровение, 5 глава, 12 стих. Там даже можно с 11. Слышал голос многих ангелов, дальше 12 стих, которые говорили громким голосом, достоин агнец, закланный, принят силу и богатство, и премудрость, и крепость, честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землей, на море, все, что не слышал, я говорила сидящему на престоле и ангцу, благословение, честь и слава и держава во веки веков. Друзья, кому говорили? Сидящему на престоле и ангцу. Некоторые переводят, говорят, ягненку. Без разницы. Но говорили Иисусу Христу. Говорили Отцу и Сыну. Прославляли Отца и Сына. Бог говорит, я Своей славы никому не дам. Но здесь Бог явно не лишает славы Своего Сына. Вместе Он даже не ревнует. И это нормально, это естественно, когда христиане прославляют Иисуса Христа. Петр говорит о том, что слава Ему и ныне, и в день вечный. Некоторые думают, когда-то, где-то в будущем Иисусу Христу будет слава. Но Библия говорит о том, что и сегодня, в жизни Петра, тогда, очень давно, почти две тысячи лет назад, он говорил, слава Иисусу Христу. И мой призыв сегодня, друзья, давайте вместе скажем, слава Иисусу Христу. И ныне, и в день вечный. Друзья, вместе. Вы там, а я здесь. Слава Иисусу Христу. Аминь. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь.